Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в научном кафе «Эврика». Это совместный проект Общественного фонда «Академгородов» и арт-клуба «Никуда». Сегодня мы говорим о бирусах, о раке. А в гостях у нас замечательный эксперт Маргарита Тарасова, которая закончила наш фен в 2007 году. В настоящее время работает в лаборатории, которая вызывает большой интерес у журналистов и вообще у любых. У жителей, основанной по мегагранту в проекте по онкологическим вирусам. Давайте ее поприветствуем. Итак, Маргарита Тарасова. А начнем... Садитесь, Маргарита. У вас там... Да, садитесь. А начнем мы наш сегодняшний вечер с видеочасти. Сначала с небольшого видеосюжета и с небольшого выступления Александра Дубынина, куратора этого проекта, который расскажет о том видео, которое будет ждать нас в конце. Александр, вы говорите, вперед вас совсем не видно. На самом деле, это совершенно короткое объявление, поэтому я недолго задержу ваше внимание. Дело в том, что сегодня мы не просто встречаемся и обсуждаем. Вот тему замечательную, да? Только не онкологические, а онкологические, а онкологические вирусы. Дело в том, что после встречи, то есть 21, где-то 15, у нас будет вторая часть. И в этой второй части мы будем смотреть, это будет премьера в Новосибирске, фильма, который называется «Неверующий». «Unbelievers». В этом фильме документальном Лоуренс Краус, это физик, и Ричард Докинс встречаются с разными аудиториями и беседуют на тему науки и религии. И на самом деле довольно любопытное кино, поэтому я всех приглашаю, тех, кому не хватит, так сказать, наших сегодняшних обсуждений до 9 часов в рамках этой лекции, остаться после 9 и посмотреть, и, может быть, даже и пообсуждать этот фильм. Собственно, у меня все. Спасибо. Нам, пожалуйста, видео включите. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 об онколитических вирусах, как правильно, да? Онко, ну, соответственно, от онкологии, понятно, опухоль. И лизис — это когда вирус клетку разрывает, выходит из него. Вот это называется лизисом, поэтому онколитические вирусы, которые разрушают опухоль. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тут было видео. Я надеюсь, вы, конечно же, все поняли. Все с английским языком на «ты». И, тем более, биологов много. Но, тем не менее, я в двух словах напомню, что такое вирусы, раз о них тут будет весь вечер идти речь, так или иначе. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь самая простая схема вируса. Ну, в общем, самое главное, что нужно себе про них представлять, то, что они представляют собой ДНК или РНК, как носитель генетической информации. И вот эта ДНК или РНК просто окружена белковой оболочкой для защиты. По сути, может быть, еще там что-то сверху, какие-то молекулы налеплены у вируса, но это все непринципиально. Главное это то, что вирус несет свою ДНК, окруженной оболочкой. Но пока он в живую клетку не попадет, у него никаких других неоргоноидов, никаких других систем нет, чтобы вот как все эти процессы в клетке были описаны, что у них там есть митохондрии, которые энергию выделяют, там поставляют, да, есть там свой синтетический аппарат, у вируса ничего нет. У них есть вот только, повторяя, ДНК в оболочке. Поэтому до сих пор можно как бы размышлять о том, вообще живые они на самом деле или нет. Ну, мы в эти пространные рассуждения вдаваться не будем, а перейдем к следующему слайду. Вот, ну, то есть, как я уже сказала, никаких аппаратов синтетических, энергетических у вируса своих нет, как правило, но я сейчас говорю о самых-самых маленьких, простейших вирусах. Вот, потому что сейчас открывали многого там и так далее. Мы чуть-чуть потом в ответах на вопрос этого коснемся. Поэтому, чтобы, в общем, вирусом размножаться и вообще как-то существовать как живые организмы, им нужна обязательно какая-то клетка растений, животных или тех же бактерий. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот как-то так примерно это выглядит, что вирус заражает клетку, использует все ее ресурсы, делает свое там активно, используя вот эти клеточные ресурсы, свое вот это вот потомство замечательное. И потомство может, как бы, так сказать, выходить из клетки двумя путями. Либо просто их образуются там сотни новых вирусных частиц, они просто в хлам разрывают клетку и выходят, либо они могут так потихонечку выходить, и клетка при этом еще и живой останется. Вот. То есть, еще раз повторюсь, вирусы без клеток существовать и жить, размножаться не могут, могут это делать только внутри живых клеток. Переходим дальше, к следующему слайду. Тут я, значит, остановлюсь в двух словах на том, как сейчас с вирусами работают. То есть, понятно, что... Ага. Спасибо. Значит, раз им нужны клетки животных, растений, да, ну, как-то сейчас, слава богу, не берут там обязательно обезьяну, там мышку, крыску, чтобы вирус размножить. Сейчас работают на клеточных культурах. Это, на самом деле, такое, ну, на мой взгляд, эпохальное было событие, когда научились клетки культивировать. То есть, теперь не надо брать живую мышку, заражать ее вирусом, получать вирусное потомство, а можно взять просто клеточки млекопитающих, вырастить их в каком-то специальном, так сказать, культуральном, культуральном какой-то посудке, кормить ее там питательными веществами, клеточки будут размножаться, и потом на определенной стадии вирусом заразить. Вирус все это сожрет, размножится, их станет вирусных частиц много, мы их все соберем, и дальше будем с ними работать. Вот, что мы, собственно, в своей лаборатории делаем. Выращиваем сначала клетки, а на них уже вирусы. Давайте дальше, следующий слайд. Ну и вот переходим мы так плавно непосредственно к онколитическим вирусам, и как бы так заход у меня такой к ним через Марину Константиновну Ворошилову, в связи с тем, что вы, наверное, знаете, что в нашем организме очень много бактериальных клеток, мы с ними живем с бактериями в симбиозе. У нас их очень-очень много внутри нас. Так вот, Марина Константиновна такую гипотезу выдвинула, что, может быть, мы не только с бактериями так дружно живем, но и с вирусами тоже, и что они, как и некоторые бактерии, также помогают нам жить, и, может быть, без них мы вообще и не можем. Вот, следующий слайд. Вот, концепцию, значит, она выдвинула этих полезных вирусов, и не просто какие-то там умозрительные какие-то заключения у нее были, она разработала серию живых вакцин, основанных на энтеровирусах. И использовала она для профилактики гриппа и других вирусных заболеваний, что если, грубо говоря, там полезный вирус уже сидит и держит оборону, то плохой вирус уже нам не повредит. И в том числе она использовала вот эти живые энтеровирусные вакцины, чтобы бороться и с раковыми заболеваниями. Но данные там практически не опубликованы, никаких тут статей я не привожу, это скорее такие из общения с ее сыном Чумаковым, с которым у нас и был Мегагранд, о котором я чуть позже скажу. Следующий слайд. Вот, ну еще раз тогда к термину к этому, да, онколитические вирусы, это вирусы, которые избирательно уничтожают именно раковые клетки, и наша цель сделать такие, которые только раковые клетки будут убивать, а нормальные клетки организма, соответственно, вообще трогать не будут. Следующий слайд. Вот. Ну еще немного об истории, буквально пару слов, что не только, не с Ворошиловой это все еще началось, а еще в начале 20 века обнаружили. Никто, конечно, специально онкологических больных вирусами не заражал. Там, как Дженнер, там никто специально никого оспи не перевивал, и так далее. В общем, просто когда, заметили, когда онкологический больной заражается вирусной инфекцией, наблюдали случаи полного, полного исцеления от онкологических заболеваний, или регрессии опухоли и так далее. Просто эти случаи отмечались, но, естественно, предположить там в начале, да и в середине 20 века, что вот давайте мы вирусами будем еще колоть несчастных онкологических больных, что им это помогает, ну, понятно, что никто бы этого делать не стал, потому что, я напоминаю, в 1953 году только двойную спираль ДНК расшифровали, еще никакие молекулярные процессы известны не были, поэтому это как какое-то лекарство, в принципе, не рассматривалось. Но уже вот когда все эти законы, догмы молекулярной биологии были открыты, процессы взаимодействия вирусов с клеткой были найдены, обнаружены, установлены, вот тогда к этой идее снова вернулись, что вообще-то это на основе вирусов действительно можно создать лекарство от рака. Следующий слайд. Ну и возвращаемся к тому, почему вирусы разрушают опухолевые клетки. Первое, это потому что просто вирусы разрушают клетки, не попадают в нее, как я уже сказала, если цикл у вируса литический, так называемый, то он разорвет клетку в хлам и выйдет наружу, клетка погибнет. А вот теперь почему именно раковые клетки вирусы предпочтительнее уничтожают, чем обычные. Следующий слайд. Ну тут такая примерная схемка. Вот вспомните теперь вот эту вот видюшечку, которую мы смотрели, где там показаны клетки, как такие башенки, и они держат оборону. В принципе, ну действительно так и есть. То есть они стоят как настоящие воины плечом к плечу, образуя стройные ряды, и вирусу, собственно, не так просто туда попасть. А вот эта вот пьяная вот толпа всякая, которая тут гуляет, разгуливает, в общем-то, в кровеносные сосуды, то куда ведет себя безобразно, вот это, собственно, и есть опухоль. И когда, допустим, вирус движется по клеточному руслу, ну вот сюда ему как-то достаточно сложно попасть. А вот в эту вот, вот эту всю неразберюху достаточно легко, тут и сосуды повреждены, и все, и вирусы достаточно легко, эти клетки поражают. Кроме того, у опухолевых клеток противовирусная защита, в принципе, ослаблена, все эти молекулярные механизмы. То есть, поэтому, в принципе, опухоль доступна для вирусов больше, чем нормальной ткани. То есть, вот поражать опухоль, это природное свойство вирусов. И кто знает, у кого, когда случались какие-то, возникали какие-то маленькие опухоли, и живущие в нас вирусы с этим успешно справлялись, и мы об этом даже не знаем. Кто знает, может, действительно так и есть. Следующий слайд. Ну, это то, что я, в принципе, уже озвучила. Почему, еще раз, вирусы поражают на опухолевые клетки? Потому что ослаблена противовирусная защита. И еще одно главное свойство. Что значит клетка опухолевая? Это значит, она бесконтрольно, постоянно делится и выходит вот из этих стройных рядов. А вирусу, собственно, что надо для размножения? Чтобы клетка сама делилась. Это значит, всех вот этих элементов построения у нее уже и так много. В нее можно быстренько залезть. Все эти элементы использовать для построения, собственных новых, новеньких вирусных частиц. Поэтому понятно, что вирусу удобнее и быстрее размножаться именно в опухолевых клетках, потому что они постоянно делятся. Следующий слайд. Вот. Ну, кроме вот этих всех свойств, которые я перечислила, что клетки делятся, они там доступные и так далее. Противовирусная защита ослаблена. Просто вирусы выделяют токсичные белки для клеток, поэтому клетки погибают. Они активируют противоопухолевый иммунитет. Вирусы тоже очень хорошо для борьбы с опухолями. И, кроме того, доказано уже существующими препаратами, что даже если в качестве, так сказать, монотерапии, то есть если мы только вирусным препаратом будем опухоль лечить, даже если это не очень эффективно, но в сочетании с химиотерапией эффект действительно очень хороший. Следующий слайд. И здесь какие характеристики должны быть у онколитического вируса, то есть к чему ученые, которые с этим работаем, так сказать, стремятся. Во-первых, какой изначально берется вирус, чтобы на его основе сделать онколитический? Тот, который позволяет генетические модификации легко вносить. Ну, понятно, чтобы там ген какой-нибудь встроить, там, в общем, какие-то конструкции наводить, чтобы он еще более эффективен был. Второе. Продукция в больших количествах. Вот это может кажется, ну, что это за свойство продукции, что тут сложного наработать. На самом деле, как вы понимаете, чтобы это потом в итоге была вакцина, ее надо нарабатывать в больших количествах и хорошо очищать. Вот, например, у нас, кстати, в зале сидит Сергей, Сергей, помаши ручкой. Завтра ему, кстати, диплом защищать по смежной теме. Удачи. Я у него рецензент. Вот. В общем, и вот, у него работа была посвящена вирусу Синдай. Это мышиный вирус, у которого изначально повышены онкалитические свойства. Все очень хорошо, но нарабатывают его на куриных эмбрионах. Ну, взять куриные эмбрионы. Взять куриные эмбрионы, заразить, вот это все потомство собрать, вот это все очистить от куриных этих белков. У кого-то аллергия на куриные белки или еще. Ну, в общем, это не очень, так сказать, удобно. Поэтому Сергей занимался тем, что брал этот вирус и пытался его адаптировать к клеточным культурам, вот о которых я рассказывала, чтобы взять только вот клеточки, заразить, получить, от клеточек почистить и все тип-топ. Ну, казалось, тип-топ не получилось. Потому что, когда на клетках вирус этот растет, он клеткам приспосабливается, размножается, там его очищает, все прекрасно, а потом ставит онкологические свойства понедельствия. Ну, то есть, не проканало. Поэтому вот этот вот пункт, продукция в больших количествах, это вот важная вещь. К этому был и пример. Ну, собственно, вот это свойство, но оно самое главное, его, на самом деле, конечно, первым надо было поместить, способность эффективно лизировать опухолевые клетки. Самое главное, убивать опухолевые клетки и находить, уничтожать их по всему организму. То есть, потенциально вирусы на это способны. Если они попадут в кровь, они по кровотоку будут бегать, искать вот этих пьяных, вот этих вот, которые там были, да, вылазящих там из кровеносного русла, находить метастазы удаленные и их уничтожать. То есть, потенциально вирусы на это способны. Ну, конечно, когда мы сталкиваемся с практикой, иммунная система человека не дремлет, как вот тоже в видео это было, да, что сразу его, клетки распознают там, побежали ТБ-лимфоциты и бла-бла, иммунная система в общем не дремлет. То есть, на самом деле, задача вот эта сейчас, наверное, одна из самых главных, чтобы вирусы находили удаленные метастазы. Следующий слайд. Ну, минимальная токсичность для нормальных тканей, естественно, чтобы только опухолевые клетки, вирусы уничтожали, нормальные клетки не трогали. Относительная стабильность генома. О чем тут речь? Я вам говорила, есть вирусы, которые ДНК в своем составе в качестве носителя генетической информации содержат, а есть, которые РНК. Так вот, которые РНК, они изменяются очень быстро. Например, грипп, ВИЧ, он буквально пару раз поделился, уже там какая-то ДНК уже вся не та. Конечно, при использовании вируса в качестве лекарства вот эта его изменчивость, это плохое его свойство, потому что мы лекарство сделаем, пациента начнем лечить, он уже в пациенте там мутирует 500 раз, там Т-вирус, и можно блокбастер снимать. То есть нам такого не надо. Нам вирус, у нас вирус должен быть стабильный, поэтому многие онкалитические вирусы разрабатываются на основе ДНК вирусов. И вот последняя строчка, это продолжительная эффективность, это опять же про иммунную систему. Когда, допустим, эксперименты проводят на нюдмышах, нюдмыши, это мыши, лишенные тимуса, у них нет иммунной системы, они такие голенькие, страшненькие. Там будет последний слайд, я не забуду вас предупредить, слабонервные, там, в общем, надо будет глаза закрыть, я предупрежу. Вот. Так вот, когда на нюдмышах без тимусных экспериментов проводят, все прекрасно. Вот такая была опухоль, полечили вирусом, все рассосалось, все прекрасно. Но, когда мы это переносим все на модель, какую-то с иммунной системой, а модель, в данном случае, человек, потому что промежуточных никаких моделей, к сожалению, нет, есть модель хомячка с его хомячковой опухолью. Ну, не, ну, можно, конечно, изобретать лекарство, лечить хомячка с его хомячковой опухолью, но это тоже модель не вполне адекватная. Поэтому моделей, так сказать, кроме вот нюдмышей и хомячка нормальной нет. Поэтому предсказать, как себя иммунная система наша там поведет, мы только можем, вот уже проводя клинические испытания. К сожалению, они показывают результаты не такие чудесные, как на мышах. Поэтому стараются сейчас исследователи вирус создать, который бы дольше в кровотоке жил. Для этого вирус оборачивают во всякие оболочки, полиэтам, интеллен, ну, в общем, не важно, в общем, оболочки оборачивают, и как-то это время увеличивается, жизнь вот в кровеносном русле, так, чтобы вирус успел добежать до опухоли ее уничтожить. Следующий слайд. Вот сейчас будет маленько биологии. Сосредоточьтесь. Это, ну, я очень хочу это рассказать. Я постаралась по-простому на слайдах, вот прям сосредоточьтесь, если будет 4 или 5 слайдов, не упустите логику. Повышение специфичности. Это о чем? Это о том, чтобы опухолевые клетки убивались, а нормальные нет. Вот как пример, как это делалось, чтобы вы поняли. Берут вирус, что значит, чтобы повысить его специфичность, чтобы нормальные клетки не трогал. Поехали, сосредоточьтесь. Следующий слайд. Значит, смотрите, в клетках, вы помните видео, да, есть всякие молекулы стражи. Вот самый известный, у которого 100-500 функций, это белок P53. Вы запомните, P53. Такой белок, который на охране наших клеток стоит, блюдет и так далее. Работу все выполняет хорошо. И причем функций у него очень много. Так вот, есть эти белки P53 в клетках, которые, с вирусами борются. Как только вирус в клетку попадает, он с такой P53, и вирус размножаться не может. Следующий слайд. Ну, вирусы, естественно, не дураки. У них есть белки свои, они, у них сколько-то ДНК есть, они там кодируют в этой ДНК. белки, которые этого P53 убивают, грубо говоря. Поэтому, попадая в клетку, они P53 инактивируют и спокойненько в этой клетке размножаются. Так вот, и еще один факт. В опухолевых клетках, в очень большом проценте опухоли, вот этот P53 не работает. Это значит, что вирус спокойно может туда попадать, ему и белки никакие не нужны, опухолевые клетки он так убьет, потому что P53 там не работает. Так вот, следующий слайд. Это вот, я только что сказала, что у вирусов есть свои белки, которые инактивируют P53. Следующий слайд. Соответственно, если мы сделаем вирус и уберем из него гены, которые, белки которых убивают P53, тогда, попадая в организм, в опухолевых клетках вирус может размножаться, а в нормальных нет, потому что там-то P53 есть, а у вируса то уже белков этих нет. Понятно? Скажите. Ура. Вот, значит, P53, запомни, там еще он встречаться будет. Следующий слайд. Это вот как можно специфичность повышать, да? Как можно, что значит улучшение литических способностей? Ну, это про то, чтобы вирус не просто там как-то там залез, там потом сообразовал, как-то пунт там, как-то разрушил, а что прям пришел и там все, вот всю эту опухолю. Это все про литические свойства, чтобы литин шел интенсивно и хорошо. Следующий слайд. И для этого сконструируют так называемые вооруженные вирусы. То есть в их геном какой-нибудь такой ген с таким токсичным белком встраивают, что он в опухолевые клетки, ну все точно сдохнут. Вот. И их там всех этих генов, которые встраивают сейчас великое множество, в том числе и P53 тоже встраивают. Вирус, он туда приходит в опухолевые клетки и P53 запускает процесс клеточной смерти. Кроме того, что он против вирусов борется, он еще запускает так называемый апоптос, запрограммированная клеточная смерть. Следующий слайд. Это вот биоселекция это к чему? Это к тому, что можно вот некоторые исследователи, занимающиеся онкалитическими вирусами, идут по пути генетической инженерии, что-то там заморачиваются, выравнивают, встраивают, режут, сшивают. А есть ученые, которые по другому пути идут. Это называется биоселекция. Они думают, ну что, мы умнее природы. Они делают как? Нарабатывают в больших количествах вирус, шарахают каким-нибудь мутагеном, там ультрафиолетом облучают или нитритом натрия поливают или еще что-нибудь. Обрабатывают каким-нибудь мутагеном, потом берут опухолевые клетки или прям непосредственно в опухоль в мыши, туда их садят, эти мутантные формы, и их размножают. И те, которые лучше всего убивают опухоль, они отбираются. Это как бы такая эволюция в миниатюре. Чтобы сэкономить время, мы не ждем, пока эти мутации там сами появятся. Мы мутагеном шарахаем, а потом вот и устраиваем такой естественный отбор, и те, кто лучше всего приспособлен к опухолевым клеткам, мы в итоге получаем. А потом они берут, расшифровывают геном. Вот тут мутация. Мы бы так вообще с рот бы не догадались вот тут генетическими методами там что-то ввести, а природа сама лучше знает. Сейчас статей таких очень много, и мы тоже пытаемся вот таким путем идти. Следующий слайд. Ну, теперь мы переходим к тому... А сколько время это прошло, кто-нибудь скажите мне? А то я тут... Ладно, в общем, дальше. Про препараты, которые сейчас есть. Они есть. Вот что, сам Хван. Они есть, они уже продаются, применяются. Но вот сейчас вот я скажу, где, почему где-то есть и почему где-то нет. Следующий слайд. Китай. Впереди планеты всей. Вот такая интересная ситуация. И вообще, когда по своей теме занимаемся мы онколитическими аденовирусами, такое семейство вирусов, когда начинаешь смотреть публикации за 13-14 год, там одни китайцы. Когда я вот впервые с этим столкнулась, думаю, ё-моё, что за тема я занимаюсь, что одни китайцы в этом вот что-то там исследуют, что европейцы в этом и американцы вообще не заинтересованы. Ну, в общем, это все объяснимо, потому что в 2003 году создали такой препарат гендицин, точнее создали его намного раньше, но в 2003 году этот препарат гендицин был первым в мире, в мире, Китай, в мире, генотерапевтический препарат, который был разрешен к применению и продаже. Это я сейчас не про онколитические только вирусы, а в принципе генотерапевтический препарат вот был в Китае, называется он гендицин в 2003 году. И в 2005, буквально после, через два года появился еще один препарат, анкарин, то есть это оба онколитические вирусы, аденовирусами, это то самое семейство, которым мы у нас в университете занимаемся. Как так получилось, что все, значит, сидят, вроде что-то исследуют, а в Китае бац, и уже, простите, с 2003 года уже лечат пациентов, не то, что там клинические испытания проводят. Переходим к следующему свадьбе. Я не могу сказать, что я сейчас стопроцентную тут правду расскажу, это то, что я тут в интернетах нарыла, естественно, меня никто не... В Pfizer я не звонила, как бы не уточняла, какие у них там были терки с Onyx Pharmaceuticals, поэтому, ну, верьте, не верьте, в общем, за что купила, за то и продаю. Значит, еще в 87-м году в Штатах, ну, естественно, в Штатах, ну, что вы ожидали, какую-то страну услышать, когда речь идет про генетическую инженерию, был создан первый измененный аденовирус. Там он как-то назывался, этот штамм, не важно, сейчас он называется Onyx 015. В 87-м году. И вот эта вот компания, которая через несколько лет после образовалась, Onyx Pharmaceuticals этим занималась, и они такие задружились с Файзером, Файзер в них поверил, давайте, давайте, давал им деньги, они там первую там фазу по каким-то, как проходят клинические испытания. Не просто каких-то онкологических больных набирают, естественно, с определенным видом рака. Поэтому я хотела сделать такую табличку, вот какие есть препараты и против какого вида рака. Но это очень затруднительно сделать, потому что для такого вида рака первая фаза клинических испытаний этого препарата, для такого-то вторая, для этого третьего, и третья, и так далее. В общем, какие-то фазы клинических испытаний были проведены, и в 97-м году вот этот вот препаратик получил патент, который перекрывает все технологии, связанные с ДНК-вирусами, направленными на лечение опухолей, у которых вот это П53, вы с ним уже теперь знакомы, в которых П53 дефектен. То есть, в принципе, вот этот вот ОНИКС-015, он был разработан для тех опухолей, в которых П53 не работает. Но тут такая случилась интересная ситуация, что механизм, который, предполагалось, лежит в основе действия этого вируса, неправильный. Ну вот вообще неправильный. То есть, создали препарат, клинические испытания начали проводить. Я сейчас вот эти биологические подробности вдаваться не буду, если кому интересно, с удовольствием потом расскажу. Но фишка в том, что открыли, когда начали пробовать на разных опухолях, уже в клинических испытаниях оказалось, есть там П53 в опухолях, нет П53. Вообще с этим не связано, работает этот препарат или нет. Хотя у него вот все было прописано, вот такое механизм действия, вот именно против таких опухолей. А начали делать, тут работает, тут не работает. В общем, какая-то белиберда пошла с этим препаратом. Вот. Плюс там вроде как... Потом они что-то поругались там у них вот с Pfizer, с этим, с Farmasuticals. В общем, они как-то разошлись. Естественно, вот эта маленькая конторка, денег столько нет на такие масштабные клинические испытания, вот это все финансовые трудности, это вот все, про это я сейчас рассказываю. И недостаточная изученность механизма действия. И кроме того, вот так не хочется об этом говорить, потому что про мою тему, но не буду скрывать от вас все факты. Следующий слайд, пожалуйста. В 99-м году умер пациент. Его не онкалитическим вирусом лечили, но лечили аденовирусом. Потому что надо сказать, что аденовирус давно используют в качестве, господи, вектора, как-то сказать по-русски, для лечения каких-то генетических патологий, когда, допустим, один ген работает неправильно, мы можем правильный ген в человеке запустить, и тогда заболевание исчезнет. И вот его, вот таким способом генной терапии пытались лечить, но у него было какое-то уникальное там заболевание иммунной системы, что-то, в общем, я не вполне разобралась, что же с ним там было не так. Но, в общем, умер пациент. Естественно, это вызвало большой резонанс в общественности, у ученых, ну, представляете, мы тут, значит, лекарства трака на основе аденовирусов изобретаем, ну, простите, бац, человек умер вообще, не то, что ему там лучше не стало. Ну, в общем, все эти факты вот так вот собрались вместе, что и механизм был этого уникса непонятно. И пациент умер с аденовирусом, и, в общем, там, Pfizer что-то от них отказался. В итоге, в общем, они эти клинические испытания бросили, ионикс вообще все, короче, выбросили они его. И тут китайские ученые подумали, ну, вы выбросили, мы подберем? Следующий слайд, пожалуйста. Эти два человека, тут тоже какая-то мутная история, сегодня пыталась до конца разобраться, так и не получилось у меня. В общем, вот этот препарат анкарин, это практически вот этот тоникс. Они там чуть-чуть делецию, ну, биологи, понимаете, чуть-чуть делецию изменили там на пару буквок, уже вроде как другой, но это тот же самый оникс на самом деле. Вот, а так как патент США вот этого оникса на Китай не распространялся, ну, то есть вы там бросаете, они тут приехали, тем более, вот вы видите, да, вот этот вернувшийся в США, вернувшийся в США, там, университет Калифорнии, бла-бла, ну, конечно, они у себя на сайтах пишут китайцы, что, ну, наши разработки, понятно ваши, конечно, как бы, что уж тут, вот, и в общем, вот этот вот товарищ, он вот как раз, по-моему, то ли он с ониксом там тоже как-то работал, привез это все в Китай, в 97-м году конторку организовал, в 2005-м, они уже в 2005-м уже препарат применяют, и как-то вот эта линия оникса-анкорина, мне понятно, как вот эти товарищи прорвались, я сама до сих пор не понимаю, причем именно они были самыми первыми в 2003-м году со своим препаратом, ну, в общем, дай бог им здоровья, они в Китае лечат своими препаратами, в общем, молодцы. Следующий слайд. Ну, что штаты на это говорят? То есть, почему вы вроде что-то изучали, а Китай уже во всю применяет, а вы что-то про ушами что-то прохлопали? Ну, то есть, не то, чтобы они не правы, это уж я так тут усмешкой вроде как при штатах говорю, на самом деле это все правда, что, конечно, клинические испытания в штатах намного тщательнее, идут дольше и так далее. В Китае они там народ набрали, что-то быстренько за пару лет, оп-оп, состряпали. То есть, в США одобрением у меня написано исследование, влияние должно на пятилетнюю, выживаемость там и так далее, а в Китае они там укололи, рассасывается опухоль, все замечательно, препарат готов. Ну, действительно, со штатами это примерно так происходило. Вот, большее намного количество пациентов клинических испытаний. Вот вы видите, вторая и третья фазы вместе. Вторая и третья у них фазы были гендицина, 135 человек, а у них там вторая фаза 217, ну, в два раза практически, с учетом, что это еще две фазы вместе. Ну, в общем, действительно, в Китае все попроще, хотя там тоже интервью с ними почитали, что у нас все так же строго, как у вас, мы же с вас берем пример, то бла-бла. Но, тем не менее, с 2003 года препарат уже есть. Следующий слайд. Ну, в общем, нельзя сказать, что штаты вот тоник забросили и все, мы такие, вот, мы больше этими всеми онкалитиками не занимаемся. Занимаются еще как, и не только на основе аденовирусов, а самых разных. И вот, но до сих пор препарата, который бы выпускался и применялся в Штатах, до сих пор нет. Ну, вот, буквально, вот, 2 июня сообщение, что вот этот вот препарат, я не знаю, вот это надо было так назвать, Талимоген Лахер Парепвек. Ну, в общем, я даже, я не запомню, что он закончил. Все три стадии клинических испытаний доказал свою безопасность, эффективность и так далее. Ну, то есть, я так понимаю, буквально вот уж скоро и на рынке появится этот препарат против меланомы. Вот, это тоже на основе аденовируса этот препарат сделан. То есть, чтобы у вас не создавалось впечатление, что штаты выбросили, а мы с китайцами подобрали и радуемся, что вот мы лекарства трако изобретаем, конечно же, нет. У них разработки ведутся. Десятки препаратов на основе адена и других разных семейств вирусов у них в клинических испытаниях, в том числе третьей стадии. Куча каких-то у них фирм, которые занимаются только онкалитическими вирусами. В общем, штаты активно в этом направлении работают, Европа, естественно, тоже. Следующий слайд, пожалуйста. И вот про Европу. Тоже вот Китай, там такая неожиданность. Латвия. Вот есть две страны, где применяются уже препараты. Китай и Латвия. Кто бы мог подумать? Латвия. Но вот эти вот исследования, про которые я говорила еще вот в СССР в 60-е, 70-е годы, вот в Латвии отсюда ноги растут. Мы там вместе с ними что-то делали. Они молодцы. За эти разработки зацепились. И с 2004 года, буквально на год позже, чем китайцы, у них вышел на рынок препарат Регвир. Вот. Это энтеровирусный препарат для лечения меланомы. И там такая простыня, список еще каких видов опухолей, в котором он применяется. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. И я тут полюбопытствовала, что у них вообще. У них есть вот прям такой замечательный сайт, где они пишут, что буквально вот лечитесь, весь мир к нам приезжаете, и мы там все вам организуем, трансферы, там уход, лечение и так далее, нашим Регвиром. Ну, забавляет, конечно, вот эти вот фразы. В настоящее время известен только один вирус, уничтожающий опухолевые клетки, медикамент Регвир. Ну, китайцы как бы посмеиваются, вы понимаете. Следующий слайд. Вот. Это по поводу, какие виды рака. Ну, я, собственно, об этом уже говорила, что когда клинические испытания проводятся, они проводятся против определенного какого-то вида рака. Но когда препараты выходят на рынок, естественно, там согласие пациента, там бла-бла, каких-то комиссий, его применяют для лечения других видов рака, как вот, допустим, с гендицином. Он был, одобрен для плоскоклеточного рака, вот головы и шеи. А вот это вот список, это для чего он еще, кроме этого, применяется. Следующий слайд. Ну и что касается наших, собственно, российских разработок, препарат, который проходит сейчас вторую фазу клинических испытаний, называется канцеролизин. Это тоже аденовирус, измененный пятого, сиротип, это на векторе сделали этот препарат. В 2008-2010 еще годах прошла первая фаза, показана его безопасность и там пригодность для дальнейших испытаний. Вот сейчас он проходит только вторую фазу. Естественно, у нас все это долго, муторно, все это бюрократия, пока через нее перелезешь с этими препаратами. В общем, кто хоть как-то имеет отношение к лекарственным препаратам, прекрасно это все понимает. Следующий слайд. Вот. Ну и, собственно, это дверь в мою прекрасную лабу, которая у нас в университете образована, как Шура сказал, по Мегагранту или Юля, да? Вот. Мегагрант объединил лаборатории вот нашу университетскую, которая на самом деле на тот момент только строилась, университет из Биорганики, из Вектора, и все мы такой большой, дружной командой работали над анклиническими вирусами. Ну и, пожалуй, из всех вот разработок стоит отметить следующий слайд. Вот. Лабораторию под руководством Галины Вадимовны Кочневой. Настя, помаши ручкой, вот сегодня представитель лаборатории, у тебя же полос по вакцине, с дипломом, да? Это, ой, тут надо было закрыть глаза, совсем слабонервно, не забыла. Ну, уже теперь смотрите на этих мышей несчастных. Вот вы видите там контрольные мышки, вот с такими опухолями, надеюсь, на картинках видно. Вот. Вот это, вот эти опухоли, леченные немодифицированным штаммом, а вот это они создали штамм генно-модифицированный. Ну, тут плохо, конечно, видно, но тут опухоль рассосалась совсем. Ну, это так вот для примера, как это все выглядит, что вот бедным мышам подкожно прививают эти опухоли, вколят потом в опухоль вирус и смотрят относительно контрольные группы, как уменьшается. Ну, конечно, когда вот такое вот, видишь, все, лекарства прям все, уже готовы почти. Следующий слайд. А, и все. И все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Да, давайте переступим к вопросам от слушателей. Добрый вечер, спасибо большое за такую замечательную лекцию. И у меня такой небольшой вопрос. Какие линии клеточные вы используете в работе для получения вирусных частиц? 293. А, просто обычный. Так, так. Отлично, хорошо, спасибо. Ой, вы прекрасный вопрос. Возникает ощущение, что прям сам себе химик, что вы сейчас закупите и дома будете экспериментировать. Ой, я хочу просто рассказать такой прикол. В университете у нас такая социальная реклама висела, ну, что вот не надо со всеми подряд, грубо говоря, спать, иначе будет широкий выбор вирусов. Я прохожу там объявление в университете, это широкий выбор вирусов. Думаю, ничего себе, у нас завелась контора, которая штаммы вирусов продает. А у нас в университете в лаборатории вирусовагические для меня и повесили, но я буду покупать и у них спасти. Вопрос. А вот если предположить, что вирусы уничтожили все клетки, уничтожение которых они предназначены, а чем вам дальше заниматься в организме? Ничем они, бедные, все. Все, камикадзе? Да. Ну, кушать-то нечего будет больше, они и элиминируются. Официальные безработные. Никто не пристраивает. Ну, в самом деле, такая проблема не стоит. Я говорю, их иммунная система уничтожает намного раньше, чем мы бы думали, как их потом от вирусных заболеваний там пациентов лечить. Скажите, пожалуйста, а эти лекарства, которые придумали китайцы, они используются у нас в России? Нет. А почему? Какой причине? Вот честно, не могу ответить на этот вопрос, по какой. Я думаю, если вы в Китай поедете, они вас там вылечат. Но сюда они не продают. Я уж не знаю, там в этой всей вот этой торговле я не разбираюсь. Я думаю, что у них лицензии здесь нет. Ну, опять же, повторюсь, вот этот латвийский препарат, то есть, когда у нас, если я боюсь соврать, но Нина Викторовна Тикунова, которая вот энтеровирусами занимается, была в Латвии, пыталась купить этот препарат, невозможно. Но вот если, наверное, как-то с ними вот списываться, вот, пожалуйста, вылечите нас и приехать туда, в клинику, то они там вам уколят. Как человек, который торговал китайскими лекарствами, могу вам вкратце сказать, на самом деле, даже чтобы просто БАДы из Китая импортировать, нужно заполнить порядка 50 документов, которые нужно перевести каждой странице по 40 китайского текста. Вот, надо их перевести полностью, значит, через Москву оформить, а, естественно, лекарство от рака, вирусное, оно будет, ну, раза, наверное, в 4 больше документации содержать. Поэтому просто, я думаю, что нашим клиникам это не под силу. Рита, а ты представь, пожалуйста, коллегу своего. Данил Петрович Шульга, как тебе представляет, ассистент кафедры востоковедения НГУ. Вот так вот. Спасибо. Человек, который может достать китайские лекарства. Да, Данил, так ты займись, он, онковир, гендицин, ждут перевода. Рита, спасибо за интересную лекцию. А вот вопрос такой, китайцы, они давно уже лечат, получается, опыт, наверное, там накопили какой-то, кучу людей вылечили. Ну, есть какие-то данные вот о рецидивах, скажем, опухолей, да? Ты знаешь, я пыталась, в принципе, найти вот какие-то данные, какие там были пациенты, ну, я не могу найти, это надо как-то сильно вот с Данилом Петровичем заморочиться попереводить там китайский интернет. А, то есть они по-китайски еще это все рассказывают? Нет, публикации они не делают? Нет, вот таких доступных публикаций про эти препараты толком нет. Все, что есть про вот онкологические данные вирусы, это про оникс американский, вот про они какие-то статьи, все, то есть там не то, что рецидивы, в принципе бы данные какие-то найти. в общем. А вот еще по поводу того, ну, скажем, специфичности такой, вот, например, стволовые опухолевые клетки, по отношению к ним как-то вот онкологические вирусы работают, не работают? Ну, нет такого, не встречала я, чтобы там прям со стволовыми этими клетками работали, не знаю. По идее, я думаю, что ничего им не мешает работать и с ними. Какие у них такие маркеры там существенные, чтобы они не могли, думаю, никаких проблем нет. А вот формирование специфического иммунитета, как оно, насколько я знаю, мешает таким методам терапии и ограничивает возможности применения вирусов? Каковы здесь перспективы? Ну, собственно, как я и сказала, это, конечно, главная проблема. Вот. То есть, ну, что делают? Тут разная супрессия иммунитета просто при вот такой терапии, которая предшествует, собственно, этому лечению. А как вы контролируете риски того, что ваши геноинженерные процедуры в отношении аденовируса могут закончиться повышением его патогенности? Ну, это контролируется, как и контроль всех препаратов, то есть, допустим, это должно пройти 20 пассажей, и мы контролируем неизменность геномов в течение там их вот 20 штук, да, и можем делать вывод о том, что да, стабилен, но все это проверяется только на животных моделях. Ну, скажем, за несколько лет вы можете получить существенно большее количество пассажей в конечном итоге. Можем риск. Маргарита, для небиологов чуть-чуть переведете? Ну, вот, как это сказать? То есть, вопрос был, как бороться, чтобы иммунитет-то не уничтожал, да, вот эти вирусные частицы, когда они попадают. Я и говорю, что зачастую используют, подавляют иммунитет в начале, чтобы потом, сам вирус уже попадая, чтобы там все иммунные клетки так уже все там никакие. И потом не могли они реагировать на поступающий вирус. И вопрос был, что, конечно, вирус изменяется. Когда мы какую-то конструкцию на его основе сделали, то когда он там будет размножаться, 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 он же как-то может изменяться, стать, грубо говоря, опасным, потенциально может. Я и сказала, риск действительно, ну, в какой-то степени есть. Но размножаться, я опять же говорю, то есть, бесконтрольно, чтобы этот штамп там вышел в природу и так далее. У нас наоборот сейчас проблема, как бы он еще, вот еще бы сколько-то количества раз поделился, а не то, что он там бесконтрольно делится и мутации накапливает. Так что, я думаю, ну, насколько я понимаю, нет пока такого объективного риска. Здравствуйте. А вот два вопроса. Расскажите поподробнее, пожалуйста, про типы опухолей. Ну, про меланому понятно, вроде как меланому борет. А есть какие-то ну, раковые опухоли, которым плохо это все применяется? Ну, глиомы, к ним сложнее всего, это в принципе наиболее, это опухоль мозга. Опухоль мозга. К ним, конечно, показано, что есть вирусы, которые и хорошо и глиомы уничтожают, но это такая самая проблемная, наверное, насколько я знаю, тип опухоли, самый такой. Коллеги с Виктора могут не стесняться помогать мне отвечать на вопросы, я не против. Миша, Лена, Рома. И второй еще вопрос, вот интересно, а такого рода технология вообще способна, ну, например, вирусные заболевания лечить, то есть ВИЧ, то есть вообще-то такие исследования ведутся, не знаете? Ну, то есть... Вирус против ВИЧа вы имеете в виду? Ну, да. Ну, например, можно пофантазировать там. Не, ну, пофантазировать, вы можете наравне со мной в этом плане, пофантазировать, я лучше вас не пофантазирую сейчас. Ну, Маргарита, давайте приступим. Достойно ответим зрителям вашими вопросами. Давайте. Давайте активничайте все. Молекулярные биологи и просто биологи, там, если будут какие-то очевидные для вас вопросы, вы, пожалуйста, не торопитесь отвечать. Дайте возможность. Что, Сергей, что вы машете? Маргарита, вы пока представляете Сергея, чтобы мы знали. Сергей, Сергеевич, по-моему, да? Зайнудинов, студент, еще студент, 5-го, 5-го курса факультета естественных наук, завтра, защищающий свой диплом. Средний балл 5-0, правильно, да? Пока, да. Молодец. В общем, если мы, допустим, наш вирус там запатентуем или как-нибудь там, ну, как бы зафиксируем, что вот мы его будем использовать, вот, и пробирочка у нас с вирусом есть, мы там геном его прочли, и в нем кому-нибудь одна буквы поменяется. Нужно ли заново там все исследовать и как это вот, так сказать, да, и как распространить наш патент на уже новый вирус, который там, хотя бы одна буквы поменялась в нем. Молодец, какой он нашел мне сейчас спросить. Давай Сергея Викторовича спросим потом. Нет, этот вопрос задавали как-то не мне, а другому студенту, просто, ну, я решил так. Да? Он Лену Сергею подсказал. Да? Надо все заново, так что готовься. Все заново, секвенировать, контиги, бла-бла, да-да, надо. Вам есть чем заняться. Удачи вам завтра. Мы готовы к вопросу. Вопросы следующие, они все тут. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Шесть вопросов всего, немного. Сейчас мы быстренько раскидаемся. Вот давайте, каковы размеры вирусных частиц? Примерно. Я понимаю, что вы там сейчас до миллиметра мне не назовете, но примерно. Ну, дайте... Девушка молодец. Знала. Сколько? Сколько сказали? Где от 10 до 100 нанометров? Ну, 10 сильно мало. 18. Минимум, 18. Вот. Следующий слайд. Сейчас будет ответ. Ну, девушка молодец. Ну, аплодируйте, я не знаю, человек правильно ответил, прям так, опа. Я к чему этот вопрос-то? Мы тут вот с Данилом Петровичем что-то в просторах интернета витали, и там бац, такое открытие, вот в марте этого года. Самый крупный вирус до полутора микрометров. Нано это 10 в минус 9. Микро это 10 в минус 6. Ну, то есть вы понимаете, да, разницу? На тысячу буквально раз. То есть самый, самый маленький, вон он там, 10, 18 нанометров, а это полтора микрометра. Найден на Чукотке, вечной мерзлоте. Это просто что-то потрясающее. Живут в амебах. Вот, вот, некуда больше бы ему залезть. Можете расслабиться в амебах. Да, в амебах. Ну, раскопали, причем это там, когда вот неандертальцы жили, бла-бла, вот это вот с тех времен. Это сколько там? Тысяч лет назад? 30, он подсказывает, тысяч лет назад. Вот. Следующий вопрос. Слайд. Сколько всего клеток? Кстати, видео было. Вон там руку тянут. Сколько девушка говорите? 100 триллионов. Да. 100 триллионов говорят. Готовились, как будто, ей-богу. Давайте этот слайд следующий. Правильно, да? 100 триллионов. Девушка слушала внимательно. И юноша. Кстати, там в видео маленько другую цифру сказали, что вы прям готовились. Это не из видео цифра. Вот. А там еще вот подписано общий вес бактерий в теле человека. Ну, это был следующий вопрос, я тут забыл удалить. Ну, бог с ним. В общем, я хотела спросить сначала про количество клеток, но их, вот вдумайтесь, количество бактериальных клеток в организме человека в несколько раз больше, чем собственных клеток человека. Ну, по массе их, конечно, не так много. 2 килограмма всего мы носим бактерий в себе. Но по количеству клеток больше в несколько раз. То вот, во сколько точно? Не нашла, но в несколько. Кошмар. Следующий. Ну, следующий мы пролистим, потому что тут я уже на этот вопрос ответила. Слайд следующий. Это, в общем, 2 килограмма. Молодец. Следующий. Вот. О прививках против какого вируса упоминается в индийских записях 8 века. В общем, самый там предревний древний вирус во всяких писаниях бла-бла. Девушка. Ну, ОСПа, конечно, аплодируйте девушке. Ну, выяснится, что она там завтра тоже диплом на биологии защищает. Следующий слайд. Говорят, еще не поступала даже на биологию. Ну, так что можно поаплодировать. Можно зачислять. Жалко у нас из руководства деканата никого нет. прям устроили бы сейчас зачисление. Да, натуральная ОСПа. Дальше листаем. Вот. Какова суммарная длина ДНК одной человеческой клетки? Метра? Метра. Говорят метр, нет? Ну, я не слышу, что там говорили. Но Маргарита, больше меньше. Это биологи, говорит. Ну, что за ровенцами играю? Ну, конечно, тут биологов. Да, ну, хорошо. Два метра. 46 хромосом. Два метра. Теперь будем, теперь математики вступают. Следующий вопрос. Так, это вот ответ. Тут упаковочка. Вот. Значит, помните количество клеток, помните длину в одной. Теперь, как соотносится суммарная ДНК всех клеток с расстояния от Земли до Солнца? Любимые присказка дымшица, по-моему, на лекциях там. Ну, я помню, меня поразило это просто, этот факт на самом деле, первый раз, когда я его слышала. Считайте, говорите мне, во сколько раз? Плохо. Подсказка сейчас будет, расстояние от Земли до Солнца, может, что-то не знаю сейчас. Ну-ка, кликните там разок. Следующий, типа, свайт. Считаем. Считаем. Два метра, сто триллионов клеток. Вот вам расстояние. Давайте во сколько раз? Ну, чего, мама? Математики. мнение расходится. Тысячу в десять. В десять. Ну, в тысячу. Следующий слайд, пожалуйста. Кто посчитал тысячу? Тысячу и десять, сказали. Ну, в общем, кто сказал, тысячу и десять, можешь похлопать. Ну, почти угадали. Ну, все. А нет, у меня шестой. Ну, как ли, что-то там, лесните. Там ничего нет. Все. Теперь все. Ну, что? Играем? Все? Маргарита, что, играть будем? А, играть. Играть. Играть будем. Будем? Да. Нам нужно три добровольца. Нет, вернее, шесть добровольцев, которые захотят объединиться в три команды. Да. Молодцы, правила, я сама не в курсе. Как ты не в курсе? Ну, я просто по количеству добровольцев. У нас, ну, пять что-то было. Будем пять? Да, можно и пять. Ну, в общем, выходите. Выходите. Ну, ничего сложного нет. Выходите. Сейчас мы будем выдергивать. Рома, выходите. Ну, что? Молодцы, молодцы. У Маргариты просто придется это. Вас пристраивать точно в университет. Да, конечно. Но еще нужен народ. Так мне так не будет неинтересно. Как раз один еще нужен. Выходите, давайте. Он идет, идет. Молодец. Да ему нечего терять, конечно, господи. Умница. вируса. Итак, у нас есть две команды ученых. Можете выбрать из своих рядов одного вируса. А где две команды? А поделитесь сами как-нибудь. Кто вам симпатичнее? Держите, я вам девушку сейчас выделю. Это нормально. Сначала туалетную бумагу выдаем, потом правила объясняем. Ну так, чтобы заинтриговать, это же интрига. Нет, вирусы они выберут сами там. Хорошо. Итак, мы вас сейчас отправляем туда в комнату. Вы поделились на команды? Да. Ваша задача выбрать из своих рядов одного вируса и его как хотите прячьте, чтобы наши иммунные клетки в зале его не смогли распознать. А как вы будете прятать? У вас другого поля членгликоля нет. Ладно, сжалюсь над вами. Дам, кроме туалетной бумаги, еще ткани. Так в смысле мы станем сразу понятным. А вот так и делайте. А нет, вам нужно будет потом его одного выпустить на сцену, а всем остальным не отсвечивать. Сидеть и смотреть в свои микроскопы оттуда, что будет. Давайте мы дадим вам какие-нибудь псевдонимы. Сергея зал уже запомнил. Настю тоже, у нее тоже запомнил. Настя, Настя. Вторая дипломница Настя. Запоминаем зал, дорогой. Антон. А, Антон. Будущая студентка. Андрей. Андрей. Парень будущей студентки. Нет. Нет, 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 не подумайте, что там Снежана. Снежана. Андрей. И Михаил. И Михаил. Оттуда долго возвращаться. Они там, господи, они тут друг друга будут видеть. Ничего страшного? Скотч еще вам? Нет, степлер, я боюсь вам давать, дорогие мои, извините. Со степлером страшно. В общем, маршируйте туда. Вы выбираете каждую команду одного человека, его маскируете, его отправляете к нам, а сами смотрите оттуда тихонечко в щелку. А мы посмотрим, что получится. Опасно торопить. А мы что-то не стали ограничивать научные исследования? Решили, что... Такой банальный совершенно вопрос. Через сколько времени у российской науки есть надежда на препарат? Если с канцерлезином все пойдет как надо, ну, не знаю, 5-10 лет, потому что это все долго. Еще вторая фаза не закончилась, потом она будет, потом там ее проанализируют, потом будет третья, потом два-два. Ну, а и как вы набираете желающих для испытаний, для третью фазу, для клинических? Клинических. Ну, да. Я так понимаю, что это на добровольство? Я не знаю, на самом деле, как точно это делается в России. Я с этим непосредственно с клиническими испытаниями естественно не работаю. Ну, то есть понятно, что это, как правило, терминальные стадии для всех этих экспериментальных препаратов набирают пациентов с их согласия, естественно, и так далее. В Штатах вот есть прекрасный, кстати, сайт, если кому-то вдруг по профессиональным интересам пригодится, clinicaltrials.gov, и там все клинические испытания, которые проходят в Штатах, как минимум, я так понимаю, но и европейские тоже. И там можно, допустим, в поиск вбить там заболевание или там фазу или препарат, и там вот можно узнавать, какие сейчас идут клинические испытания, ну, и принимать в них участие. Какие пациенты требуются, набирают они, не набирают, как сейчас. Ну, то есть вот по всем клиническим испытаниям вот такой вот есть сайт. Ну, у нас, естественно, в России ничего такого нет, к сожалению. Поэтому, как вот это технически происходит, как этих пациентов находят, они соглашаются, в общем, я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть это же на базе онкологических центров проходит, то есть те, кто там проходит лечение, у них есть вся эта база, может, как-то их опрашивают, там, ну, набирают желающих. у нас была здесь Толстикова выступала, она рассказывала про недроонкологию препараты, а у них было в общем, они тоже какие-то препараты, которые они готовили. И она говорила, что клинические испытания, что у них была большая сложность, потому что им нужно было найти компанию коммерческую, которая в дальнейшем будет финансировать это все. Конечно, то есть это же требуются огромные деньги на это. Наметки есть? Как у нас наметки, когда нам мегагрант не продлили? Как у нас? Не, ну, находятся, то есть на вторую фазу уже нашли средства с кем-то. Я не знаю технических, честно скажу, подробностей, с кем там, с кем кто дружит, вот, чтобы канцеролизин на вторую фазу запустить, не знаю. Да, действительно, это большие деньги, надо находить компанию заинтересованную. В этом все, да. может их как-то пошевелить там исследователи? Загляните. Сейчас я проверю. Будете фону. Рано еще, сказали мне. У нас есть такая замечательная книжка «Каждой твари по паре. Секс ради выживания». И Александр ее милостливо предложил в виде приза сегодня за лучшие ответы на вопросы. Ну, и девушки, безусловно, я забыла, правда, как ее зовут. Которая не девушка Андрея, вот ей. Которая будущая студентка, да. Которая будущая студентка, безусловно, ей. Надеюсь, родители нас поймут. А второй такой нет? Книжечки. А я тоже неплохо на вопросы отвечала. Вы как будто заранее готовились. Это подозрительно. Но могу дать посмотреть? Давайте, пока полистаю. Ну, вот Александр, видите, он сегодня необычайно щедро сказал, что подарит потом. Ура. О, по-моему, там вирус уже рвется наружу. Внимание, выпускает первый вирус. Вы спрячетесь там остальные, чтобы вас не было видно. Юль. Так, а это... Ни фига не молодцы. Я вот черт узнает, кто это, ей-богу. Аплодисменты, пожалуйста. Все, больше не ходи, тебя все видят. Так, ну, у нас буквально одна попытка, я бы так сказала. Потому что всего было шесть участников. Давайте мы как-то посовещаемся все дружно. Иммунная система... А вы думаете, иммунная система заранее знает, какая над ней работает команда ученых? Нет, не знает. Правда, что не знает. Давайте угадывать так. А давайте мы вспомним, кто бы имена-то какие у нас были, да? В общем, у нас вот тут Михаил, Михаил, Андрей, будущая студентка как Снежана, потом тут еще... А Антон, Настя, дипломники наши и Сергей. Вот кто это? Антон? Еще... Антон, Сергей, две версии уже, хорошо. Так, я думаю, иммунная система будет реагировать аплодисментами. Итак, у нас есть два варианта. Антон и Сергей. Пожалуйста, те, которые... Антона. Пожалуйста, аплодисменты. Аплодисменты Антон? Это жиденько. Сергей? Хуже, Антон, Антон. Ну, похоже, Антон. Антон, ты ли это? Ты ли это, Антон? Ну, поаплодируйте творению. Кто же это, господи? Ну, приоткройте нам завесу тайны. По-моему, просто фантастически. Если бы мы так работали, уже рак был бы побежден. Ну, сейчас у нас второй, но сейчас второго, конечно, нам будет полегче, уже мы как бы тут текли. Да, мы уже знаем, что Антона так быстро не оборотит. Так, вон там. Все, все, чуть-чуть подвиньтесь, подвиньтесь, мы смотрим. Ну... Снежана, Снежана, в раз, еще варианты. Вряд ли Снежана, Снежана и вряд ли Снежана. Два варианта. Вирусы так друг о друге заботятся, вы посмотрите, как... Ну, в общем, что, Снежана? Снежана. Снежана? Снежана. Ну, ничего. О, Снежана, да. Емуная система ее вычистила, но подарок, тем не менее, она получает. Аплодисменты нашим. Выходите, команды. Молодцы. Снежана, подходи сюда. Из капсиды своего выбирайся. Иди сюда. Тебе торжественно вручается книга за лучшие ответы. Тут без вариантов. Аплодируем еще раз, Снежане. Снежана, поступаешь-то в этом году? В следующем? Ополудеть. Удачи тебе. Сергей тоже удачи. И Насте. Вас я покормила уже конфетами. Кто ругался, что нельзя книгу такую? Ваня Поликарпов. Ваня строгий учитель, да. Поликарповому немножко это... Я хочу подарить, у меня тоже есть маленький подарочек, вот такая замечательная белка. Ты ее расправь. Сумка белка. Что-то не видно? Велосипедная. Вот. Ну а книжку, на самом деле, я обещаю довнести. Да. И еще раз давайте поаплодируем нашему замечательному сегодняшнему лектору. Я думаю, получилось очень здорово, душевно. Так что, Рита, приходи к нам еще. А вот, хороший получился. Александр хочет рассказать о следующей встрече, потому что он уже знает, про что она будет. Да, хочу рассказать, Юленька, спасибо. Пожалуйста. Ну, во-первых, мы сейчас через некоторое время, минут через 10-15, посмотрим фильм. Вот. А следующая встреча состоится 23 июня. И посвящена она будет проблеме Big Data. И будет выступать у нас замечательный эксперт, Борис Вайтсман. Вот про него может больше даже рассказать Дмитрий Жарков. Сейчас я ему дам микрофон, и он про него все скажет. Нет, все не надо. Коротко, пожалуйста. Все я не буду рассказывать. Значит, следующий эксперт, Борис Вейсман. Он сам изначально из Одессы, сейчас из-под Вашингтона. Ну и, как знаете, у Геннадия Казанова в свое время такой монолог был. Он говорит, я секретный физик. Вот. Значит, я для поднятия интереса к эксперту скажу, что когда он жил под Вашингтоном, значит, на предыдущей квартире, она была в графстве, которое было максимально по среднему доходу во всех Соединенных Штатах. Потом они переехали в другое графство. То графство стало второе, а новое стало первое. Вот так вот живут бывшие советские, не совсем секретные физики в США, если умеют анализировать Big Data. То есть, он сюда, если приедет, то у нас тут резко... Нам просто его нужно не выпускать. Надо его просто не выпускать. Хорошо. Давайте 23 июня соберемся и попробуем Бориса не выпустить отсюда, еще раз встретимся. Ну и это будет закрытие нашего сезона. Четвертый сезон научной кафе Эврика с вами работает, и мы придумываем разные встречи, стараемся вас выселить, просвещать, информировать. Ну и, по-моему, у нас хорошо получается, да, Юля? Я думаю, что мы как раз... Ну сами-то мы про себя сейчас не скажем, что Бога. Нам-то кажется, конечно. Ну и 23-го, наверное, мы отметим день рождения, то есть у нас как раз 4 года назад... Принимается пожелание исполнять песни, пунктовать танки, рассказать нам трогательные стихи. Так что мы это тоже... Мы, так что мы готовы к этому. Да. Народ к веселью готов. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня вечером. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...